И, собственно, пару еще объявлений у меня будет. Ну, во-первых, как всегда, напомню о розыгрышах, о билете вам в перерыве. Если вы еще не в курсе, то Dota Pit Liga перевалила за 253 тысячи долларов. Ну, главное, что перевалила за 250. Значит, все цели компендиума выполнены. И если у вас был билет, то скоро ждите. Или, может быть, вы уже дождались, я не знаю, честно говоря. Добавят мистический какой-то сет, который секретный, супер-секретный. За планку в 250 тысяч должен был даваться. Ну, и, собственно, Dota Pit Liga у нас на данный момент турнир с самым большим призовым из всех, что идет. Играет у нас группа А, каратенчик о группе B. Группа B, Secret, первое место, 8-2, Empire, 2-ое, 5-3, Hellriders, 4-3, 3-е, Vegas, Quadrone, 4-5, 4-е, Alliance, 3-3, 5-е и My Insanity, 1-9, 6-е. Ну, и группа А, Cloud9, 5-5, первое место. Я надеюсь, вы поняли, что это победа-поражение. Я называю Ninjas and Pyjamas, 4-2, второе место. Asus Polar, 4-2, то также второе место, ну, вторая-третья неделя. Team Tinker, 4-4, четвертое место. И, внимание, Evil Geniuses, 2-2, пятое место. Так что нужно набирать очки. Причем здесь нету ни одной команды, которая бы имела такой явный перевес. Ну, и Power Rangers 3-7, замыкают они турнирную таблицу, шестое место. Собственно, комментировать эту игру пока что для вас буду я. На вторую игру Light of Heaven обещал быть. Мы ему, конечно, верим. Доверяем, но проверяй, как говорится. Поэтому во второй игре посмотрим, появится он или нет. Что это за звук? Я не знаю, что это за звук, если честно. Да, также у нас теперь, как вы видите, на превью, на бэкграунде отображены коэффициенты на eGamingBets.com. Вы можете ставить. Ну, на Team Tinker 2.361 коэффициент, на EG 1.492. То есть, EG считаются здесь фаворитами. Ну и давайте уж Dota Lounge назову. Я не знаю, мы вроде ничего не получаем за рекламу eGamingBets, но получают, видимо, Dota Pit League. И попросили. Ну и, в общем-то, почему бы и нет. Dota Pit League замечательный турнир. Лучший в мире родимый турнир, организованный замечательными людьми. Да, 77 на 23 на Dota Lounge. Также они чувствуют, кто фавориты. Ну, все мы знаем, что фавориты EG, конечно. О чем там можно говорить? Собственно, что бы еще вам сказать? Да, еще одно объявление. Прежде чем я начну свою страшную аналитику проводить, и у вас потечет красная жидкость из ушей, я хочу вам сказать, что сегодня буквально приятная новость. Появилась группа ВКонтакте, которая будет выкладывать всю музыку. Ну, я не знаю, насколько это все долго, потому что я так уже чувствую, что там наш подключился Олег, Олег наш, ПРБ, и, возможно, скоро это у нас в группе будет делаться. Но пока что существует отдельная группа, называется «Музыка Шторм Студио Дота 2», куда будет выкладываться вся музыка, которая играет в перерывах в хронологическом порядке. Поэтому можете чекать. Пост есть у меня в группе, есть в группе Шторм Студио, ну и, собственно, можете вы через нее найти музыку с пауз, потому что много вопросов. Ну и, собственно, мубот вам периодически будет тоже вкидывать, поэтому я думаю, что для вас это будет нужно, для вас это будет интересно. И когда поступило это предложение, я сразу же понял, что надо за него хвататься, потому что все хотят знать очень много вопросов в чате, а всем ответить, естественно, не могу. Ну и давайте перейдем к пикам. Итак, Evil Geniuses забирают себе Шейкера и Тролля в ответ на Леона в исполнении Тим Тинкер. Снайпер и Даззл у нас также от Тинкеров. Ну и Зевс с Вайдом. Что мы видим? Воет Тролль комбинация Дикая. Саппорт Зевс мы сегодня видели, как много дамажит. Сами же Evil Geniuses забанили Бэтрайдера, который, в общем-то, игру несколько ломает. Забанили также Клакверк, что интересно. Не хотят они против него играть. Но вообще, имеет такое количество милишников, понятно, почему. Почему? Несмотря на то, что вроде как и Тролль, и Войд могут с Клакверком нормально жить, но все-таки милишники. И все-таки этого героя отправляют в бан. Также забирают двух инициаторов. Но по факту ЕГЭ забанили всех инициаторов. Клакверк это один из таких популярных нынче, но не самый жесткий. Бэтрайдер, наверное, самый жесткий. Акс тоже неприятен. Энигма как инициатор и просто как дизейблер очень и очень сильная, особенно против милишников. Ну а Тим Тинкер забанили Вингу, забанили Чена. И также Квинов Пейншторма. Ну, банят мобильность против Сумаила. Забанили Чена, с которым ЕГЭ хорошо играет. Ну и Вингу также решили отправить в бан. И пока что, пока что мне нравится очень пик Evil Geniuses. Он выглядит поинтереснее. Но посмотрим на Тинкеров. Тинкеры у нас вчера сыграли с Империи 1-2 на ESL. Проиграли, но смотрелись здорово. В принципе. Забираю от Бристалбека комбинация. Ну, больше такой танк. Плюс с Даззлом он хорошо сочетается. Так, что у нас... Что у нас в чатике? Давайте я почитаю. Почитаю. Может быть что-то не так. В целом я успел включить. Не заплатили за рекламу Дудапит. Ну, по-моему, естественно, что... Как бы... Я что-то имею с того, что я комментирую Дудапит. Это же... Всем понятно. Так что тут как бы неинтересный инсайт какой-то. Было бы забавно, если бы я ничего не имел с того, что я комментирую. Ну, на самом деле Дудапит... Вот ждем, когда они ланы будут организовывать. Потому что... Не знаю, это их так заперло или нет. Но они очень ответственно работают со спонсорами. Очень ответственно. Поэтому то, что у Дудапит будет хороший призовой фонд базовый, я даже не сомневаюсь. И как мы видим, с Valve они тоже хорошо работают. А значит и будет нарастать, собственно... Будут нарастать продажи. Ну, насчет Valve не уверен, потому что сундуки это дело такое. А базовый призовой фонд это тоже очень приятно. Ну и как бы, сколько турниров сейчас проходят, всякие саммиты, Старладеры, Д2ЦЛи. А Дотапит, турнир, который единственный из них не имеет лан-финалов, он имеет наибольший призовой фонд. Да, но, насколько я знаю, следующий сезон у нас будет без лан-финалов. Возможно, на пятом сезоне будет. И будут они проходить в довольно интересном месте. Но об этом я вам ничего не скажу. Потому что... Потому что так я чувствую себя выше... Выше остальных. Но на самом деле не могу сказать, потому что не знаю, я имею право на это или нет. Скайрос Мэйджа забираю. Да, это Соло Мид Зевс, ничего интересного. Где Саппорт Зевс? Ну и Скайрос Мэйдж Шейкер. Так, что еще мне вам рассказать интересного? Ну, снайпер неплохо может постоять против Зевса, но думаю, что за счет Сэшки Зевс линию стоит на... Вот, что за стоп... Тинкер. Индики определенно. Интересно будет посмотреть за дуэлью Блэка и Сумаила на миде. Все-таки, так понимаю, они друг против друга стоять будут. Но стоит отметить, что снайп, конечно, он в нынешней мете посильнее на лайне. Но Зевс, естественно, пополезнее в драке, особенно пока нету БКБшек. Очень жесткий у него рассказ, я бы сказал, даже слишком жесткий. Плюс ко всему Лейд дичайший. Тролль плюс... Вот это... Не контрится ничем, что есть у Тим Тинкер. Но играть здесь можно, потому что, опять же, есть Легион Коммандер. Довольно-таки неплохой герой. Который может... Перманентное увеличение атаки. Давайте-ка мы откроем. Да, спасибо нашему статсмену, который у нас будет давать статуя. Вот он говорит, что ЕГЭ сыграли за неделю всего одну игру. Мне даже не стыдно, что я об этом не знаю. Потому что, ну, как бы, времени смотреть очень мало Доту. Вот. Сегодня не смотрел вообще после Китая ничего. Ну, и поэтому я такой бодрый. Вы, наверное, все думаете, что это Мелл Шторм такой бодрый? Почему он не комментирует с Ластом в стиле, действительно, полночи с Гордоном? Когда просто сидят два человека, засыпают и говорят... Вот это вот. Ну, да, интересно. Посмотрите, Смайл играет на Зевсе. Юниверс на Фейслис Вайде. Пепеди на Шейкере. Ауи 2000 на Скайрес Мейджа. И Фир на Тролле. А потом слово передается в Ласту, и он говорит... Смайл играет на Зевсе. Юниверс на Фейслис Вайде. Ну, да. Такое у нас бывает. Но ничего. Мы отдохнем. Особенно каким-нибудь лан-финалом. И будем комментировать как надо. Ну, и эту игру я полностью готов на все сто откомментировать. Откомментировать. Вейту Секси на Леоне. Койква на Регион Командере. Блэк на Снайпере. Бульба на Бристолбеке. И Пайл Айдай на Дазли. Я смотрю, даже уже чатик Твича начал потихоньку меня любить. Вот видите, как? Мой яд просочился. Просочился в головы людей. И теперь всем кажется... Ну, я готов. Я готов комментировать финалы. Интернешнл. Ну, что ж. Блэк отлично отблочил крипов. Здесь линия запушится. Но Сумаил пока что... Да, я не знаю, где играют. Не зачекал пинги. Но на самом-то деле, скорее всего, играют на Америке. Почему? Потому что Блэк сейчас в Америке. Вообще себя Тинкеры вроде как позиционируют как американская команда. Об этом я сегодня пост видел в конфе Студанала. Да, кстати, все, кто смотрел сегодня подкаст... Я еще не прослушал, но, говорят, его задодосили. Да, было забавно. Ну, не очень забавно, но как бы мы уже получаем со всего, на самом деле, позитив. Юниверс у нас стоит против Легиона и Леона. И Юниверс у нас купил щиток. Какая умница Юниверс. Посмотрите, как он закупился. Легион харасить его особо не может. Леон его харасит, но щиток плюс 4 армора. И Войт стоит великолепно на этой дабл-линии. В миде у нас Блэк. Ну, потихоньку гоняет Сумаила. Но, как вы видите, у Сумаила нормально все с Крипстат. Он принес себе уже Боттл, у него есть Кларити. И Сумаил здесь нормально будет добивать Крипов. Да, Блэк, конечно, будет стараться, но Сумаил не должен нафидонить. Ну и Хардлейн. Хардлейн в исполнении Тим Тинкер. Они любят вот такие обузные Хардлейны с Бристлом. Был от них Бристкоттл совсем недавно. Кстати, кто смотрел последний датаскоп, как раз там была вот эта линия Бристкоттл. И там был поставлен мировой рекорд по Крипстату за 10 минут. Койко нафармил на SF 117 Крипов за 10 минут. Если вы думаете, что это невозможно, посмотрите реплей или сам датаскоп. Это было реально так. Я был в шоке. Скрин, с которым я комментировал игру, тоже. Ну и, собственно, на верхней линии фармит Тролль. У ЕГЭ все отлично. У них фармит Тролль. У них два саппорта, которые особо не нуждаются в экспе фарме. Ну, пока что, во всяком случае. Они нормально там отводят, разбанили себе спаун. Гоняют потихонечку Даблу. Даже Даблу здесь особо не нужно гонять, потому что Тролль все равно фармит. Главное отводить, получать свою экспу. И Воид получает экспириенс. Ну, вот, койду тут приехал Леон. Понятное дело, что Воид на Хардлейне. И прям совсем уже себя шикарно чувствовать он не будет. Ну, посмотрите, какой юниверс бык. Просто он стоит и дерется с Леоном. Разбивает ему лицо. Половину ХП. Снял сверху нападение. Грейв на Бульбу. На Бульба. Бульба. Ферст Блад. Тролль. Переключается на милишные топоры. Но внезапно данного захиливает. Это минус тролль. Минус тролль. 1-1 размен. Ферст Блад в пользу Тим Тинкер. Здесь решили Evil Genius все-таки показать, что у них три героя. Но разменялись не лучшим образом. По-моему, он перебаковал немножко тролль. Сумаил. Сумаил. Четвертый левел. Да, Сумаила все прекрасно. Я так вижу, что Сумаил с руки еще крипов добивает. Ухитряется. Хотя атаки у него... Ну, хотя атаки у него не сильно меньше, чем у снайпера. А радиус, в общем-то, не сильно решает. Единственное, у Зевса такой замах. Я помню первый раз, когда в доту играл на Зевсе, я пришел на мид и не мог добить ни одного крипа, потому что я нажимал атаковать. И Зевс не успевал сделать тычку. Я уже нажал отойти. Там такая была анимация, очень дурацкая. Ну и здесь анимация... Анимация тоже плохая, но Сумаил справляется. Ну и все. И снайпер в итоге четвертый левел. Зевс имеет пятый. Зевс продолжает его харасить. Дает верхнюю. Можно дать нижнюю. Ну, нижнюю не дает даже. Но Блэк проседает сильно. Не знаю, почему Сумаил не взял на пятом левеле себе Лайтинг Болт в три. Если бы он взял Лайтинг Болт в три, снайпер бы сейчас страдал. Но на самом деле все равно неплохо. Да, он взял нижнюю и начинает харасить снайпера вот так вот. Тем временем Скайр Смейдж у нас отступает. Ауи 2000, Денайт Инвиз, красавчик. Ну и вот посмотрите, что происходит на нижней линии. Из-за этого Легион Коммандера, который ушел с линии еще зачем-то. Юниверс просто стоит. У него Пурман Сшилд. Его вообще не пробить. У него Орба в Веном. Если он делает тычку по Леону, то Леон сразу теряет слишком много хп. 76 атаки. У Леона 55. Плюс Пурман Сшилд, плюс у Леона и днищка армора. У Вайда шестерка армора уже, так как он агильщик. И у Вайда четвертый левел. Леон приходит и думает, боже ты мой, что же мы сделали? Почему у нас такая пососная дабла стоит? Почему Войд просто разминает нашего кэри и мы не можем сделать ничего? А потому что у вас стоит дабла наверху. Причем дабла наверху выносит меньше, чем тролль. Тролль вообще на фрифарме. Помешать этому троллю не получается никак. Вообще. Пока что все за Эвил Джениусос. Все за Эвил Джениусос. Что-то еще вам хотел сказать, но я думаю, что мы еще вспомнили. Давайте сконцентрируемся все-таки на игре. Это же Дота Петлига. Так-никак. Лучшие команды мира. Шейкер выходит. Дает неплохую фиссуру. Бульбу пробивает спину, но он использует стики. Ну и в итоге, да, в итоге его неплохо здесь пробили. Правда проблема в том, что у тролля нету хила. Нужно его срочно, да, вот Пангусиком уже несет. Шейкер. А здесь есть Даззл, который может подхиливать. Знаете, не так уж плохо смотрится эта дабла. Весь вопрос в том, как будет реализовывать Тим Тинкер свой пик. Потому что пока что... Ох ты, Снайпер забирает Зевса. Ты какой красавец. Красавец. С выходом Леона. Вот оно что. Так вот, весь вопрос в том, как будут свой пик реализовывать Тим Тинкер. Потому что если они просто будут стоять и фармить, и ничего не делать, то Evil Geniuses их похоронит своим пиком. Он слишком сильный. Но какой-нибудь блинк на Легион Командере. Вот такие вот выходы Леона забирать Сумаила. Они будут очень полезны. Сумаилу поставили вард, чтобы его не бомбили. Но, в общем-то, Блэк играет очень сейфово сам. Дабл дэмэдж. Легион Командер. Стоит вард. Пробивает Снайпера. Есть седьмой левел. Вкачивает ульту. И сейчас будет давать ультимейт. Можно убить. О, дождался, пока Снайпер отхилится с Танги. Вот вам, пожалуйста. Не было... Не было левела. В итоге не смог добить. По-моему, 33 хп он на Регион вот как раз-таки с этого там гусика, который поедал. Скорее всего, так и было. Юниверс телепортируется домой. Ну и вот, внимание. У Юниверса есть шестой левел. У него третий таймволк. Можно отпрыгать, ставить хроносферу. Он побежал. Он побежал ее, возможно, ставить, а, возможно, еще и нет. Потому что, с одной стороны, хроносфера это, конечно, круто. С другой стороны, а кого тут забирать? Снайпер стоит слишком далеко. Бристлбэк слишком толстый, у него дазл на подсейве. Ну, может быть, не слишком толстый, но то, что у него на подсейве дазл, очень сильно решает. Давайте посмотрим на Творса. Да, в общем-то, Тим Тинкер свою задачу выполняет. Я вот так поговорил о том, что все очень хорошо у Evil Geniuses. Но когда ты ставишь вот такие вот линии, штука в том, что у соперников все неплохо. Потому что ты ничего не можешь сделать с хардлейнером. Ну, и у тебя все неплохо, потому что у тебя дабла. Она фармит. Перетягивается Зевс. Ставится купол. Верхняя. Ульта нету. Захиливается. Верхняя будет через 2 секунды. Но Легион Командору дают хил. Сумаилу нужно уходить. 8 секунд. 8 секунд до ультимейта Зевса. Как же его пробивает? Куда полез? Ольква чуть не убивает. Сумаила получает хил. Сумаил возвращается обратно. Есть ульт, но никого уже не убить. Да, вот хорошая статистика по Бристалбеку. Ну и в итоге выход-то провальный. Выход провальный получился вниз. Потратили хроносферу. Ничего не сделали. Все-таки Легион прочноват на этом лайне. Зацепили Скайрос Мейджа. Скайрос Мейдж конкассив шот. Хекс. И расстреливает его снайпер спокойно. Великолепная игра. Слэйту секси. Пока что он делает все просто замечательно. И очень важно, что у Скайрос Мейджа нету шестого левела. Он вообще только третий. Вот я поговорил о том, что саппортом не так много нужно у команды Evil Geniuses. Действительно это так. Но в комбинации с Вайдом иметь шестой левел на Скайрос Мейджа это было бы очень круто. Потому что вместо того, чтобы летел Зевс и давал свой рассказ, прилетел бы Скайрос Мейдж и дал свою ульту. У Скайрос Мейджа, несмотря на то, что он на саппорт позиции, у него дамага гораздо больше за короткое время под Мистик Флэером. Мистик Флэер, Сайлотс, все. Давай, до свидания. В итоге из-за того, что на верхней линии отводили мало, у нас Шейкер пятый левел, но ему до блинка особо полезнее не стать. То есть он что пятый, что там третий какой-нибудь. Разницы не так много. Хотя, конечно, это важно. Безусловно, что он пятый, он быстрее станет шестой, потом одиннадцатый какой-нибудь. Но ему нужен блинк. Скайрос Мейджу блинк не нужен. Скайрос Мейджу нужен шестой. Ему отдают мид. Сумаил при этом, ну Сумаил бегает, 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 бегает Сумаил и ничего не может найти на карте полезного. Но опять же, это не критично для Evil Geniuses, если они нормально перейдут в лейт. У них очень сильный лейт. Просто проблема в том, что Легион сейчас выформит себе блинк. Он уже выформил блинк. Нападает на Юниверса. Ну, вряд ли здесь будет что-то с ним делать. Потому что он совершенно один. Начнет стилить потихонечку урон. О, Бульба приплыл. То, что ты ворвался-то так, Бульба. Воид, хроносфера хорошая по Дазлу. Дазлы должны забирать. Грейва нету. Стан от Леона неплохой в ППД. Ничего себе. Снайпер. Перетяжка. И, кажется, Фир приплыл. Шейкер забирает Дазл, ультимейт. Зевса. Нет, неплохо. Вы посмотрите. Блэк стреляет. В кого? В тролля. Тролль лайфстилит. И Блэк в итоге отменяет свой ультимейт. Дает шрапнель. Улетает Шейкер на базу. Evil Geniuses очень все сейчас неплохо исполнили. Забирают двух героев, несмотря на перетяжку от соперника. Очень вовремя отступили. И на кропалях буквально выжили. Хотя снайпер там мог убить тролля с ультимейта. Но побоялся заряжать. Ну что, Койкова по-прежнему на нижней линии. Он перетяжку не делал. Хотя его как раз таки возможно и не хватило. Наверху Блэк очень битый. Я не знаю, почему он стоит настолько битый на этой линии. А Бристалбэк забирает Зевса на миде. Ничего себе. Как так вышло? Короче, в игре все происходит слишком быстро. Я вроде стараюсь следить. Но вообще ни за чем следить не могу. Я-то думал, что я сейчас все вам покажу. Но все проходит мимо меня. Извините, пацаны. И пацаны. Дамы и господа, конечно же. Дамы и господа. Бристалбэк уходит фармить стаки. Оставляют на верхней линии фармить снайпера. Интересное решение. Ну, в принципе, здесь никакой угрозы вообще нет. Легион Коммандер что-то носится по карте. Так много они носятся. То одни, то другие. Ничего не могут сделать нигде. Все ищут какого-то возможности какой-то загангать. Но никто этой возможности не дает. В итоге у Леона уже шестой левел. Тысяча монет. Вот так вот внезапно нарисовалось. Бристалбэк. Не стоит сильно проседать по хп, играя против Зевса. Вдруг он сейчас даст ультимейт. А вдруг он сейчас даст ультимейт. Вот просто возьмет и даст внезапно ультимейт. Просто... просто так. Ну нет, сейчас уже не убьет. Третья спина. Спиной стоит Бристалбэк к Зевсу. Несмотря на то, что молния как бы дается сверху, это важно. Считается от направления источника урона. Так что тут имеет большое значение. Ну и Койкова. Чем занимается Койкова, я не понимаю. Вообще. То есть он нафармил себе блинг. У него девятый левел. И он просто бегает. Он не фармит. Он не фармит ничего. Он просто бегает. Ну знаете, в такой игре китайцев вообще было бы не победить. Ну что так мало фармят обе команды. Очень мало фармят. Бристалбэк заходит в спину к троллю. Внезапно здесь оказываются крипы. Внезапно. Неожиданно, я бы даже сказал. Это прохладная атака. Выходит Легион в смоках. Беспаливали, выходит Легион в смоках. Здесь три героя просто стоят. Один агрид крипов. Второй дает ультимейт лицо. Я не знаю, если бы Фир сейчас не отступил, его можно было бы смело ливать из ЕГЭ. Но Фир все внезапно понял. Если здесь так много героев, хотят телепорт. Вдвоем остаются Юниверс, есть Хроносфера, Легион, Командер, агрид тролля. Начинается битва, тролль не может дать свой ультимейт. Прокаст от Зевса, Зевс забирает Леона. Плюс демаг получает Койхва. Нет, дуэль не успела закончиться. В итоге Койхва остается без демага, получает молнию сверху. Бристалбэк вгрызается в Зевса, но Зевс на хосте. Бристалбэк тоже бегает очень быстро. Подпытка размять Ауи. Зевс. Очень мало маны и ХП у Зевса, но ему хватает все-таки для того, чтобы Бристалбэк размять. А тем временем падает у нас Шейкер. И остается Пайл Айдай, который просто с руки месит. Месит войда Пайл Айдай-убийца. Покажите мне рекап. Ничего не понятно, кто кого забрал, сколько было сделано фрагов. 7-7 счет. Они реально ровно поменялись. Размен 4 в 3 в пользу Эвил Джениусс. Да, но Снайпер отъехал, Бристал отъехал, Легион урона не получил. Это, наверное, самое важное. Но вообще я удивлен, что Эвил Джениусс пошли драться. Очень удивлен. Потому что ситуация говорила о том, что соперник стоит в очень хорошей позиции. Все в пятером наверху. Делает ТП один под вышку. Другой стоит в стороне. Ну и Блэк. Блэк правильные вещи покупает. Посмотрите. Блэк покупает себе Сэндж. Понимая, что в этой игре он будет мишенью. Если бы он купил себе Момчик, его бы стирали очень быстро. Юниверс на миде. Зевс Блинк себе приобретает. Не, ну короче, ЕГЭ эту игру выиграют, если она так будет проходить. Ну просто уже у них пик настолько сильный. Никаких БКБ мы не видим. Никаких атак вообще. Ничего. У Леона Фингер. Он его до сих пор, по-моему, так и не дал. Такое ощущение, что обе команды очень сильно тупят в плане того, что им делают. Но на самом деле тупит только одна команда. Это Тим Тинкер. Потому что они что-то как-то очень медленно все делают. Очень медленно. Воэт взял себе Мом. Снайпер забирает вышку. Смотрите на варды, какие хорошие варды стоят у Evil Geniuses. Они все видят великолепным образом. Графики в нулях. Небольшое преимущество по экспириенсу ЕГЭ. Но у них хроносфера. У них герои великолепные. Находят койку. Закрывают его. Отрезают от руны. Леон выходит спасать. Воэт ставит хроносферу. Пинг-панду стирают. Ничего не сделал Леон в этой игре. Вообще ничего. Опять с Фингером отдается. А как все просто. Просто забайтили на руну инвиза. И отходят. И отходят. Нападать на тролля. Я сомневаюсь, что Легион будет. Да, Легион конечно интересная игра для него. Потому что ему нападать просто не в кого. Он нападает, включает дуэль. Ему либо ультимейт Skyros Mage дает. Либо тролль включает ультимейт. И просто разбиваешь лицо себе об этого тролля. Койква. Пресс-атак. Ищет цель Койква. Вот он мог бы уже на фармить себя гораздо больше. У него 10 левел и ПТ. Он всю игру стоит в каких-то позициях интересных. Ну, Леон, это твой шанс. Сейчас или никогда. Давай. Давай. Станчик. Ультимейт. Ману высасывает. Ты же красавчик-то какой. Виннер. Койква получает. Все-таки они нашли. Ну, вообще, если вдуматься, ганг довольно-таки жесткий. В общем-то, здесь стоял Легион. Отсюда выходило еще двое. Мне кажется, Юниверс офигел с таких раскладов. Ристалбэр. Тихоньку ломают вышку. Ну вот. Вот сейчас все у Тим Тинкер получше становится. Они, наконец-то, нашли свою агрессию. Они, наконец-то, начали нападать. Мы понимаем, что Койква не просто так стоял все эти 10 минут. 17 минут даже. И начинают потихонечку-потихонечку агрессировать. Агрессия, получается, неплохая. Что по итемам? Даззл голый. Легион-коммандер. Блинк. ПТ 1000 монет. Леон 1600. Ну вот как раз-таки шанс на блинк. Бристалбэк имеет Мекку. И нападение. Нападение на Даззла. Даззл захиливается. И его убивают. Опять на руне. Опять затерпел. Так, ну а здесь у нас Skyros Mage. Закуплен через 2-0 талисмана. Тролль имеет Яшу Доминатор. Вот Лост был бы рад. Потому что топорик есть. Доминатор есть. Я радуюсь, потому что топорики вкачаны в 4. Это у Вайда. У Вайда Момчик. И видимо Мэл Штром будет собирать. Ну, хороший билд. Хороший билд. Для Вайда. Что говорить. 11-ый левел имеет. Можно кого-нибудь найти. Например, Леона. Поставить купол. А можно просто сдохнуть. Нет, нормально. Шейкер же играет за Дайер. Да, все в порядке. Здесь слишком много было. Находят Сумаила. У Сумаила через 5 секунд блинк. Получает ультимейт Дазла. Нужно бежать. Сумаил. 1 секунда. Блинк аут. Тем временем Юниверс. О, Фир заходит на Рошана. ЕГЭ просто делают все, что хотят. Ходят, убивают. Причем у них это получается как-то играючи. Они просто заходят во вражеский лес. Делают фраг. Либо делают фраг на руне. Койква же у нас по-прежнему бегает. По-прежнему ищет свой фраг. Но никак его не может найти. Фир вообще без печали находят. Да, зла. Ну вот опять. Нашли Пайлайдая. Убили Пайлайдая. Что он там делал, непонятно. Воет. Ставит хроносферу в бульбу. Подходит. Начинает бить его в лицо. Потом сбоку. Потом со спины. Попробовал со всех сторон. Понял, что бульба невкусный. И он опять умирает. Ничего не сделав. Шейкер дает ультимейт. Неплохо разминает бульбу. Пошла дуэль от Легион Командора. Забирает Легион себе урон. Блэк настреливает. Страшно. Блэк понимает он, что слишком хлипкий для этой игры. 3 в 2 размен. Смотрим рекап. Зевс нанес 1700 урона. Да, Зевс, конечно, месит очень жестко. Ну и Снайпер, как мы видим, ДПСит хорошо. Несмотря на то, что арты у него не самые ДПСящие. Ну и Легион Командор забирает 24 урона. Уже. Это получше. Вейл оф Дискорд появляется у Зевса. Да, Вейл оф Дискорд здесь заходит великолепно. То есть у нас Зевс обладает огромным магическим прокастом. Плюс Skyr's Mage, который вешает марку на 45% урона. И Вейл оф Дискорд, который еще 25% увеличивает. Да, Зевс будет ДПСить люто. Нужны срочно БКБ. Всем нужны БКБ здесь. Иначе никак. Находит Бульбу. Вейл! О боже! Он получил броскат лицо на половину ХЦ. Бульба! Мега стики! Бульба! Бульба умирает. И фиссура поставлена так, что никак не зайти. Легион был бы готов. Он вроде бы хотел ворваться, но ничего не получилось. Да, вот он Вейл оф Дискорд, его реализация. И опять отходит у нас Evil Geniuses. Стоят аккуратненько за вышкой. Смотрят на то, как у нас на карте происходят дела. Вард им показывает, что происходит во вражеском лесу. Больше вардов пока что нет. Именно поэтому так немножко боятся. Хотя есть вот еще один такой вард. Ну и продолжают фармить свою половину карты. Обратите внимание, передвигаются исключительно в пятером. Ну, довольно-таки много передвигаются в пятером. И просто любого игрока команды Team Tinker, которого находят, убивают очень быстро. Вот довольно-таки интересная ситуация. На самом деле, когда ты передвигаешься в пятером, а соперник передвигается по одному, ты сильно отстаешься по XP и по золоту, потому что соперник много фармит. Я вижу, что передвигаются вроде как у нас тинкеры по одному, но фармят они почему-то немного. И в итоге, посмотрите, графики у нас ползут вниз. В смоках выходят. Выходят в смоках, ищут врага своего, видят снайпера, у которого есть маска. Ой, ну снайпер уже приплыл. Но на него почему-то не отвлекаются. Идут дальше. Легион, есть блинки и стп, делает телепорт, уходит. Очень вовремя. Снайпер тоже должен делать телепорт. Но он остается сидеть в кустах. Как бы ему не было сейчас бесцельно... Безумно больно за бесцельно прожитые... В этом лесу мгновение. Ну нет, тоже ушел на тп. И находит Даззла. Но и Даззла не удается поймать. Все сделали телепорт в итоге. Ну вот сейчас пробегали зря, Evil Geniuses. Но как мы видим, ЕГЭ это не останавливает. Они по-прежнему держатся такой плотной кучкой. Просто фармить тинкерам нужно. Просто фармить. Видите, они могут фармить весь свой лес. Эншентов фармит бульба. Вот, вот то, что нужно делать. Просто фармить и отрываться по фарму. Ну а как мы видим, у Evil Geniuses тоже начинают фармить все, что только можно. Трейкер у нас сразу два компа хочет зафармить, если плохо у него это получается. Леон почти с блинком. Скоро, скоро у Леона будет блинк. Ну конечно крайне неудачна игра от Пинг Панды. Вроде начал он неплохо. Сделал пару неплохих роумящих гангов. Но после этого его ультимейт только по праздникам. Кастуется. Он получает либо Сайленс, либо Хроносферу. Стоит, ничего не делает. И это очень плохо. Даззл у нас десятый. Снайпер фармит леса. Даззл поставил вот такой вот вардец. По-прежнему у Вилджиниусос. Топорик. Фировский топорик. Но не продает его. Да, у Фира просто места нет уже. У него есть место под ТП. Все, ЕГЭ пошли пушить. Есть АЕГИС. Нужно его реализовать. Да, закастует ультимейт. Подхиливает. Но по-моему вот Пайлайдай здесь спалился. Да. Спалился, уходит. Блэк покупает Блинк. Понимая, что позиционочка предстоит очень неприятная против Вайда. Нужно что-то делать. Но на самом деле Блинк будет здесь работать так себе. Потому что когда будет видеть снайпера с Блинком. Команда Эвилджиниусос. Вот допустим стоят здесь вот так вот. Ребята, где снайпер у нас? Вот стоит снайпер. Войд находится в какой-нибудь такой позиции. Нужно быстро выпрыгнуть и поставить хроносферу. Чтобы снайпер не Блинканулся. Что делается? Дается ультимейт Зевса. Снайперу сбивается Блинк. Прыгает Войд и забирает его. И так это именно и будет. Эвилджиниус сбивает Вард. Довольно дефолтный. Подфармили вражеский лес. Тролль при этом харазит вышку. Никто ее не дефит абсолютно. И стягиваются все вниз. Тролль. Скайрос Мэйдж рядом. Тролль замедляет Бульбу. Бульба дает себе Мекку. Один тролль просто напрягает. Но на самом деле за спиной тролля есть кому постоять. Все подтягиваются в пятером. Дынает вышку Бристлбэка. Нужно валить отсюда. У Бристлбэка нету маны. БКБ тоже нет. Вот кстати говоря, когда Бристлбэк выформит БКБ, может быть что-то интересное и получится. Потому что все-таки основной урон идет с магией. Поставлен Вард. По таймингу только что паладин. Тут же ставится второй. Великолепная игра. Ну и Сумаил у нас тянулся на топ. Есть у него 16 левел уже. Без него решают драться. Войдет, забирает вышку в миде. Ну в общем ЕГЭ просто бегают и месят. Просто бегают и месят врага. Снимают вышки, делают все что хотят. И выбирают место для драк. Практически ни одной драки не было, которую навязали Тим Тинкер. Ну разве что сверху. И то ее выиграли ЕГЭ. После этого Тим Тинкер не делают ничего. Не гангуют. Еще был один ганг на миде. Опять. Я уже был в этот момент, подумал, что у Тинкеров все начало налаживаться. Тролль покупает блинк. Ну это чтобы добегать до Снайпер. Шейкер покупает блинк. Короче все очень плохо у Тим Тинкер. Очень плохо все. Войт находит Дазла. Видит его. Дается у Тим Мэйт. Дается Хромосфера. Момчик. Ультроля. Пайлайдай в Таверне. Ну вот так довольно-таки просто. А ЕГЭ закончился у Троля. Он отрегенился. Отступает. Видно его было на варде. Но он уже стягивается к своим Тим Мэйтам. Да, ЕГЭ делают все великолепно. Подходит Блэк. Ну ультимейта Зевса нет. У него есть блинк. Его вряд ли получится зацепить. На реакции может играть. Ха-ха! Ха-ха! Увлекательнейшая дота. Мне она очень напоминает Китай. Абсолютно ноль экшена. Вообще ноль экшена. В роли Invictus Gaming у нас ЕГЭ. В роли команды, которая играет против Invictus Gaming у нас Тим Тинкер. Легион Commander. 27-ая минута. 24 урона до сих пор. Но есть БКБ. Есть БКБ у нас у Бристлбека. Готово. Можно себе купить. И снайперу тоже нужен БКБ. Вот очень. С другой стороны, 3 БКБ у вас будет. Такая ситуация интересная. У ЕГЭ такой магический проказ, что от него нужно защищаться БКБ. Снайпера цепляют. И разрывают. Да. Как вы видите, не особо помог ему блинк. Просто падает Блэк на миде. Как бы мейн кэри, самый отфармленный персонаж команды Тим Тинкер падает как кусок мяса. Как овощ. Если вам так будет более угодно. Ну и вот. Взяли БКБшки. Допустим, снайпер себе тоже возьмет БКБ. Урона-то 0. Урона нет вообще. Воид бежит за Легион Командером. Легион Командер понимает, что нужно спасаться. Получает бас. Ультраля из башни выходит. Минус Легион Командер. И вся команда тут же рядом. Пошли за следующим. Следующий на очереди у нас Пинк Панда. Пинк Панда видел, что только что в его лесах были враги. Он фармит. Шейкер дает блинк. Ультимейт. А, сбивает блинк просто рукой. Какой там ультимейт? Ультимейта нет, но не важно. Пинк Панда великолепная игра. ЕГ красавцы. ЕГ просто построили свою игру так, что сейчас им ничего не нужно делать сверхъестественного для победы. Они просто выформили свои артефакты и бегают, убивают команду Тим Тинкер. Которую я, честно говоря, даже командой не могу сейчас назвать. Потому что это просто фраги ходячие. Сверху Дазл. Ему уже Шейкер хочет передавать привет. Прыгает. Дает урон с руки смешной. Медалька. Фиссура. Дазлу прилетает телепорт. Шейкер. Пять секунд до блинка. Захиливается. Пайлайдай уходит дальше. Пытается сделать ТП. Но ППД читает ситуацию. Запрыгивает воид. Минус еще один игрок. Давайте. Кто следующий? По-моему, у нас только не отъезжал еще. Снайпер отъезжал. Легион отъезжал. Бристалл еще вот так вот в одиночку не отъезжал. Следующий Бристалл Бэк. Смотрим. БКБ нету. Урона с руки нету. Да, я вот еще раз повторю. Пик Тролль Варлорд забирает у нас еще раз снайпера. Ой-ой-ой. Уже в одиночку. Ну, тут сейчас ГГ напишут просто и ливнут. Не знаю. Пик Evil Geniuses. Сильнее по магическому прокасту? Да, сильнее. Сильнее по физическому урону? Да, сильнее. Даже при равных артефактах. Хотя тут уже мы видим разнос. Ну, при равных артефактах все равно сильнее. Сильнее в тимфайте? Да, сильнее. В гангах? Ну, в гангах на самом деле сильнее тимтинкер, но они не гангуют. По мобильности пик ЕГЭ. Ну, особо не уступает. Я бы даже сказал, он помобильнее будет. Как так получилось-то? Что после драфта такая каша получилась у тимтинкер. И непонятно вообще, как с этим играть. Войд покупает себя ганим, понимая, что... Хроносфера решает. Зевс с Бладстоном, чтобы мана не кончалась. Бладстон хороший артефакт. Это нормально абсолютно для Зевса. Он очень много кастует. Может потом засуицидится. Ну, и вообще классный артефакт в такой игре. Тем более в такой игре. Зачем ему рефрешер в такой игре? Он просто бегает и убивает всех с двух кастов. Верхнюю и нижнюю ульт. Все. Там уже парень лежит. Пошел у нас ганг. Команда 5. Бежит, ищет. Соперник забрал Аегис. Летят варды. Позиция у Вилджиниус у нас шикарная. Так называемая Cloud9 позиция, как мы с Дмитрием Куприяновым любим говорить. Но это, кстати, он придумал. Или Cloud9 позицию. Это я уже... Ляпнул. Ну, вот эту штуку он называл секрет позиция. И отсюда у нас пошли все позиции абсолютно. Ну и ЕГЭ бегут. Вижен команды Тим Тинкер. Для того, чтобы... Вот, вижен команды ЕГЭ. Вижен команды Тим Тинкер. Для того, чтобы вам было понятно. Они не видят ничего вообще. Ну и потихоньку ЕГЭ выходит в атаку. Пошел у нас Тролль. На топ. Спокойно Сумэл откушивает. Сумэл, видимо, в Аганим собирается выходить. Попытка забрать Тролля. Но Тролль, во-первых, с Аегисом. Во-вторых, он сам кого хочешь заберет. И побежали опять в пятером. Да... Помните, счет был, по-моему, у нас 7-7. Такой равный, да? И сейчас 20 на 10. Интересно, что фармит Снайпер себя. Ну, видимо, Снайпер фармит Скади. Урона у него, конечно, будет не очень много. У него нету Мома. У него есть маска на лайфстил, которая дает ему... Ну, просто немножко лайфстила. Хотя непонятно зачем. Потому что Снайпер только триков не подставляется. У него есть ультимейт Орб. У него 160 урона. Нападение на Койкло. Это был Койкло. Это был Койкло. Один из самых толстых героев команды Тим Тинкер. Толще, наверное, только Бристеллбэк. Но он бы улетел примерно с такой же скоростью. Все упирается сейчас в то, что Вилл Дженнисос имеет мап-контроль. И... Ух, какая перетяжка, посмотрите, от Сумаила. Сумаил пошел. На хосте. Видит Дазла. Все, не прощает. Дает верхнюю. Дазлу нужно делать телепорт. Делай телепорт, пока не поздно. Фуэд убивает Бристеллбэк у нас тем временем. Ну, правильно. Зачем? Зачем дефить хайграунд, когда можно его не дефить? Выход от Снайпера. Блэк. Шейкер дает фиссуру. Блэк успевает гринкануться. Красавчик. Ультимейт Фира заряжается. Ну, можно даже дать, на самом деле, ультимейт. Но... Сим Тинкер ничего не могут сделать против ЕГЭ. Вообще ничего. Честно говоря, такого разноса я давненько не видел. Ну, точнее, было у нас всякое. Ну, вот чтобы вот так вот просто бездумно одна команда бегала и его убивали. Мне почему-то вспомнилась серия Саус Парка. Нападение на Блэка. Сбивают ему блинк. Блэка стирают. Где-то там он в ногах валяется у тролля. Тролля забирают. Нет, даже не забирают тролля. Вот теперь забирают его первым с пылом. Но у него есть Аегис. В общем, серия Саус Парка, где детская команда играла против... Так получилось, что она играла против профессионалов НХЛ. Ну, в хоккей, естественно. Вайда. Пытаются бить. Включается ультимейт тролля. Воид проседает. Виннер кой-кого. Неплохо. БКБшка на Бульбе. Бульба. Вешает ему Вейл. Сумаил, по-моему, стрял. Ну, сейчас Сумаилу придется динаиться. Хотя приходит тролль. Нападает на Блэка. Блэк умирает. Шейкер дает ульту. Бульба еле живой. Бульби вошует Грейв. Бульба еще несколько секунд поживет. Да, опасная ситуация была, но ЕГЭ раскатили. Летит голубь. И это голубь-убийца. Но Сумаил убил раньше. Да, вот такая вот... Вот такая вот игра. Без печали, без фальши. Легион искал, Легион искал, но его нашли раньше. Ломали базу. В общем, играла детская команда в Саус-Парке против профессионалов ХНХЛ в хоккей. И выглядело это примерно так же. Просто сносит базу. Нападение, отличная писсура. Тролль запрыгивает, делает минус 20 топоров. ГГВП. Очень похоже было на игру команды людей против команды ботов. Мы примерно так же играли в свое время. То есть, когда мы поняли, что против ботов на линии стоять невозможно, они тебя перефармливают, можно их просто гангать и убивать. Потому что они ничего не понимают в игре. Так же и Вилджиниусос. Но при том, что Тим Тинкер-то это неплохая команда. Тим Тинкер это очень хорошая команда. Они вчера с Империей боролись, ой-ой-ой, как сильно. Но ЕГЭ из них сделали просто посмешище в этой игре. Потрясающая игра. Сделали все просто отлично. Причем, посмотрите, не было героя, который был опаснее остальных. По 6 фрагов у всех, кроме Шейкера. Все бегали, все убивали, все довольны игрой. С улыбками на лице ждут вторую карту. Ну а мы с вами...